Доброе утро, дорогие друзья! Интересные новости и факты. Это программа «Фрэш-новости» и мы начинаем. 6 градусов и кратковременные дожди ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет западного направления скоростью до 7 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 2004 году. Тогда температура воздуха поднялась до 19,2 градусов Цельсия. Не менее удивил 2001 год, когда температура воздуха опустилась до отметки минус 7,4 градуса Цельсия. Гомельский областной драмтеатр сегодня представит премьеру комедии «Мужчинам вход запрещен» по пьесе американской журналистки и драматурга Лоры Шейн Каннингем «Прекрасные тела». Жанр спектакля режиссер, заслуженная артистка России Ника Козоровицкая определила как женские откровения на нью-йоркском чердаке. По сюжету шесть подруг собираются вместе, чтобы поздравить одну из них со скорым рождением ребенка. Это шесть женщин, абсолютно не похожих друг на друга. Шесть леди, живущих в железном мужском мире, к которому у них масса вопросов. Премьерные показы комедии «Мужчинам вход запрещен» пройдут также завтра и послезавтра. Библиотека филиал номер два города Гомеля приглашает на фотовыставку Марины Башуровой «Гомель. История одной прогулки». Марина Башурова – поэтесса, прозаик и журналист. Она считает, что счастье состоит из мелочей. И чтобы заметить его, иногда нужно просто остановиться и посмотреть вокруг. Поэтесса передает свое ощущение города и окружающих нас привычных предметов не только через стихии, но и через объектив фотокамеры. Выставка продлится по 18 ноября. Вход свободный. Для школьников Гомеля в период осенних каникул будет действовать акция. В маршрутках можно ездить по предъявлению фликера. Об этом сообщила Гомельская областная госавтоинспекция. Она проведет профилактическую акцию «Фликер» вместо проездного. К слову, акция распространяется только на учащихся первых-четвертых классов и направлена на обеспечение безопасности детей и подростков в темное время суток. Белавия проведет в Инстаграме прямой эфир с одним из пилотов компании. Он состоится в официальном инста-аккаунте 29 октября в 12.00. В ходе трансляции пилот будет отвечать на интересующие граждан вопросы. Также можно задать вопрос заранее, разместив его в комментариях под анонсом акции в соцсети. Исследователи выяснили, как нужно выстраивать отношения, чтобы они были длительными и крепкими. Нередко страстный накал чувств между партнерами быстро остывает, а на смену ему приходят обиды и разочарования. Ученые из Университета Калифорнии выяснили, какого основного принципа придерживаются пары в счастливом и долгом союзе. Специалисты пригласили 800 добровольцев разного возраста. Обязательным условием было то, что все они должны были состоять в отношениях. Ученые наблюдали за их жизнью, психологическим состоянием и чувствами к партнеру. Вывод сделан был спустя несколько лет тщательных изучений. Так, самое главное для хороших отношений – принцип постепенности. Ученые смогли доказать, что 97% пар, которые начали свою историю со страстного порыва, быстро распадались. Ученые из Швеции выяснили, что мужской запах, особенно если это запах партнера, успокаивает женщин лучше лаванды. При исследовании несколько девушек подверглись ударам тока. Соответственно, это вызвало стресс у добровольцев. Чтобы немного успокоить представительниц женского пола, им дали понюхать различные запахи. В их числе были мужские футболки и майки. И оказалось, что запах любимого человека действует лучше любого успокоительного. Но было одно «но». Если парень и девушка находились в ссоре, то эффект был совершенно пропорциональным. Ученые рассказали, какая черта характера является определяющей в вопросе богатства и успеха. Сейчас среди молодых людей очень актуальная тема бизнеса и развития предпринимательской деятельности. Психологи из Британии не упустили эту всемирную моду и провели исследования. В ходе своей научной работы они определили, какие черты характера являются определяющими в вопросе богатства и успеха. Оказалось, умение отказать себе в сиюминутном удовольствии ради большего преимущества в будущем – это и есть то качество, которым обладают абсолютно все предприниматели. Кроме того, умение извлекать максимальную выгоду из любой ситуации во многом помогает разбогатеть. По словам ученых, таких людей видно еще с детских лет. Например, привычка съедать с тарелки сначала невкусную еду, чтобы после насладиться лучшими кусочками – один из показателей. Как говорят психологи, это присуще лишь некоторым детям. Как выяснилось, некоторым типам людей плохое настроение помогает увеличить их продуктивность. По словам специалистов, плохое настроение может помочь холерикам переосмыслить свою жизнь и в корне изменить ее. Именно этот тип личности обладает определенным набором качеств, которые и обуславливают этот феномен. В минуты обиды, грусти или предательства холерики склонны бросаться в крайности. Так они могут начать работать более эффективно. А таким типам личности, как флегматики, плохое настроение противопоказано. Для того, чтобы они добивались успеха и проявляли свои лучшие стороны, им необходим здоровый баланс эмоций и гармония. К слову, положительный эффект плохого настроения достигается только при условии краткосрочности. Группа специалистов из США и Японии провели уникальные исследования. В ходе научной работы было установлено, что физическая активность влияет на умственные способности человека. По мнению ученых, особенно упражнения на выносливость тренируют не только тело, но и когнитивные таланты. С помощью МРТ медики проанализировали полушария и отдельные участки мозга испытуемых. Так было точно установлено, что способности спортсменов в математике намного лучше развиты, чем у других. Чтобы подтвердить данный вывод, добровольцев попросили решить на скорость ряд тестов. В них содержались самые разные задачи – на креативность, аналитику и математику. В итоге, кто постоянно занимался спортом, показали наилучшие результаты в математических решениях. Специалисты заявили, что современная внешность собак кардинально отличается от первобытных. Группой ученых было проведено исследование древних собак, тем самым озвучив весьма неожиданное заявление о том, что древние собаки были крайне схожи с мангустами. Внешность собак претерпела изменения в результате климатических изменений. Размер, челюсть и шерсть – буквально все поменяло свои очертания для того, чтобы животные лучше приспосабливались к условиям окружающей среды. Современные псы даже ведут себя иначе, нежели первобытные. По словам ученых, раньше собаки по поведению напоминали котов. И в продолжение темы. Кинологи рассказали, какие же породы собак являются самыми злыми в мире. Специалисты отметили, что поведение собак практически полностью зависит от человека и социализации животного. Невоспитанность со стороны детей, грубость хозяина, редкие прогулки – вот что может сделать агрессивным даже маленького ласкового щенка. Однако есть также и генетическая предрасположенность, которая занимает не последнее место. Природа наделила некоторые породы собак, врожденные жестокостью. Человек это с легкостью применяет себе во благо. Так, псы нередко становятся телохранителями и помощниками правоохранительных органов. Мощные южно-африканские бурбули занимают первое место в топ-списке. Они настолько сильные и умные, что являются самыми лучшими охранниками человека. Второе место занимает питбуль – неутомимый боец с остальной хваткой. Кроме того, характер этого животного – один из самых азартных и боевых. Кавказская овчарка не привыкла доверять людям. Именно отсюда ее природная предприимчивость и бдительность. Служебная собака хорошо справляется со своей задачей – охранять территорию. Овчарки особенно негативно реагируют на неуравновешенных людей, склонных к скандалам или пребывающих в алкогольном опьянении. Ротвейлеры по праву считаются самой агрессивной породой собак. Однако вместе с этим у них очень уравновешенная психика. Они никогда не станут нападать на человека просто так. Ротвейлер плохо переносит семейные скандалы. Фила бразилера имеет повышенную агрессию и тяжелый характер. Если они попадают в ситуацию, где нужно применить силу, эти псы будут жестоки и беспощадны. Милая плюшевая внешность Чао-Чао нередко вводит в заблуждение. Однако решительно настроенная собака при малейшей провокации будет нападать на неприятеля. Владельцу нужно быть внимательным на прогулке. У Чао-Чао может возникнуть внезапная сильная вспышка гнева на другое животное. Очередной выпуск программы «Человек-года» на телеканале «Белорощи Терегомель» расскажет о трех победителях прошлых лет в номинации «Открытие». О ярких событиях их жизни и о том, как складывается их судьба. Включайте наш телеканал сегодня в 19.45 и наслаждайтесь эфиром. Я, Павел Михнов, желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь свежими и бодрыми, и вам обязательно улыбнется удача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова